Рассадный период для дачников самый ответственный. Столько всего нужно посеять, вырастить, много чего нужно купить, в том числе и всевозможные рассадные емкости, кашпо, ящики и горшочки. Многие для начальных посевов начали пользоваться торфяными таблетками. И это неудивительно, это очень удобно, нет грязи при работе, и корневая система при пересадке не травмируется. Но один из самых главных недостатков торфяных таблеток – это дорогая цена. Поэтому многие умельцы начали придумывать всевозможные способы, чтобы сделать своими руками всевозможные емкости для начальных посевов. Сегодня я покажу два способа, как сделать своими руками альтернативу торфяным таблеткам. Итак, способ первый. Загляните в строительный магазин и приобретите вот такую теплоизолирующую ленту. Она стоит очень недорого, всего 22 рубля. Именно из нее я и сделаю подобие торфяных таблеток. Первое, что делаю, нарезаю ленту по 15 сантиметров. Далее соединяю края внахлёст. Очень удобно, что лента самоклеющаяся. Можно, в принципе, оставить и так. Но для большей надежности стоит закрепить еще наши заготовки с помощью танцелярского степлера. Кстати, металлскобок будет окисляться, и наши растения будут получать железо. Заготовки чехольчиков готовы. В принципе, можно оставить и так. Но единственное, когда вы будете заполнять вот эти емкости, почва, почвогрунт будет высыпаться. Да и при поливах он будет вымываться. Будет грязь, это не очень хорошо. Поэтому поступлю следующим образом. Мне потребуется кусок черного укрывного материала. Сейчас нарежу небольшие квадратики, но они должны быть больше, чем диаметр моих заготовок. Как вы, наверное, уже догадались, это будет дно наших емкостей. Наливаю в блюдце клей ПВА, опускаю в клей края моей заготовки и приклеиваю кусок укровного материала. все готово. Ждем, пока высохнет клей. Клей высох, обрезаю аккуратно края. Мои импровизированные торфяные таблетки готовы. Можно заполнять их грунтом. Грунт обязательно уплотняем, чтобы семена не ушли глубоко в землю. Вот такие аккуратные и очень удобные стаканчики у меня получились. А самое главное, они вовсе недорогие. Можно приступать к посеву. На мой взгляд, стаканчики получились просто идеальные. Но есть способ еще проще. В том же строительном магазине я приобрел изоляционную трубку из полипропилена. Кстати, стоит она также 22 рубля. Диаметр этой трубки 5 сантиметров. И вы, наверное, уже догадались о моих дальнейших действиях. Отмеряю по 6 сантиметров. И нарезаю обычными ножницами. Кстати, хочу сказать, что вот из такой трубки получается где-то около 25 стаканчиков. Вот посмотрите, как быстро я получил свои заветные заготовки. Теперь все делаю то же самое. Опускаю края в клей ПВА и приклеиваю черную ткань. И тоже подождем, когда клей подсохнет. Клей подсох и делаю все то же самое, что и с предыдущими стаканчиками. Такие стаканчики получились еще и теплые. Посмотрите, какие толстые стенки. Рассада не будет переохлаждаться и, соответственно, не будет болеть. Перед пересадкой эти стаканчики я попросту разрежу и пересажу рассаду в горшки большего объема. Так корневая система не пострадает. Разрезать такие стаканчики мне совсем не жаль. Ведь стоят они очень недорого. Дорогие друзья, если видео понравилось, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал в YouTube. А также добавляйтесь в мои группы в социальных сетях.